привет ребята снимали вчера видео как и настя выравнивает волосы а потом захотели сильно спать и все отменилось что-то вообще так спать захотелось потому что после каникул не привыкли всем вставать поэтому что в общем сегодня утром нам никто в домофоны в этот дверь не звонил слава богу флаг мы решили что все-таки не будем убирать везде по городу наши флаги и в администрациях везде есть наши флаги это я думаю не про мне все-таки что кажется что это какой-то сосед наш почему чтобы не показываться он убежал я не знаю как и странно ну короче неважно в общем проехали эту тему хотели с вами поговорить какие нам беженцы попадались на пути даже кто-то когда-то спрашивал и в эфире мы когда-то говорили хотите расскажем нашу ситуацию наш опыт общения с беженцами кто-то сказал да хотим а кто-то написал типа не надо обсирать людей хотим сразу сказать что это видео не в целях обосрать как-то перейти на личности никто это делать не будет мы просто делимся своей ситуации своей историей потому как хочется реально высказаться выговориться вам вы знаете что у нас здесь друзей как таковых нет поэтому мы поделимся этой истории с вами в общем сейчас я начну или ты начнешь как мы кратенько мы не будем вдаваться в какие-то глобальные подробности интересно просто хочется рассказать как в германии беженцы вот проявляют себя везде и даже между нами вот свои жилья до своего города у нас есть реальных историй там еще про одну и к сожалению нам на пути попадаются только плохие беженцы ну реально хороших я не знаю вообще а знаю наташа наташа одна наташа вторая все две наташи ну таня пусть дает тоже нормально все а больше нормальных людей нам не попадалось как это говорится короче сейчас так кратко мы жили спортзале приехала харьковчанка вы ее видели у нас на канале я не буду наверно говорить имя все такое тот кто когда-то смотрел наши ролики с самого начала те ее часто видели или кто-то пересматривали взрослой взрослая женщина на дня рождения она у меня была после дня рождения через неделю мы разругались с ней с ее дочкой в общем я думаю все уже догадались ком идет речь вот познакомились же мы в спортзале она развела на нас впечатление хорошие харьковчанка ну и как бы мы соответственно ни с кем особо там не общались потому что там тоже были компании чисто посидеть побухать и дети бегают на улице они бухают ну как бы это вообще не наш вариант сидеть там с ними в этой беседке и бухать это не для нас вот приехала она и как бы человек располагается к себе он какой-то внушает доверие да хочется с ним общаться конечно это может выглядеть странно что там человеку 72 года нам по 23 почему мы вообще с ней общаемся да это странно но тем не менее человек реально проявлял тупо доверие внушал внушал в себе доверие в общем общались мы все было хорошо там доходило до оформления документов мы понимали что человеку будет сложно но надо объяснить как пользоваться переводчиком как заполнять бумаги в общем все это и помогали им делали за нее ну конечно объяснили как пользоваться переводчиком мы она уже понимала там картой как правильно посмотреть расписание автобуса приложение как купить билеты ездили с ней на вокзал покупали билет было очень много нюансов ну в общем не суть общались общались потом же нас с спортзала переселили в социальное жилье мы жили рядом мы в полицейском участке а она в школе вот приходили к ней она просила и сами мы проявляли желание и как-то помочь подсказать как заполнить эту или иную бумагу писали там заявление все в этом плане заполняли за нее все 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 ей делали там поехать пополнить мобилку ехали взять термин без проблем даже вот забрали термин брали термин и когда она может поехать уже сама там как бы наша помощь уже в принципе не нужно она тем не менее говорит что эти пожалуйста со мной я переживаю очень что у меня что и причем ребята на то время это уже было не так как в спортзале как бы подойти к нам как-то более аккуратно по-доброму типа девочки родные любимые поехали она так делала ну вот когда уже в школе то это было с таким вы должны то есть вот я без преувеличения вы должны поехать также со мной на термин вы должны то есть не было даже вопроса можете ли вы со мной поехать или поехали со мной пожалуйста вы должны и это действительно так и мы конечно же чувствовали какую-то уже обязанность перед ней и ехали с ней реально только сейчас приходит осознание что по сути мы вообще не были обязаны это делать и ну даже хочу сказать тебе уточнить когда там помнишь где-то месяца два мы общались знакомые нам такой вопрос задал говорит я конечно все понимаю но говорит а почему вы даже с этой женщиной ездите там просто посидеть на термине зачем это вам это уже перебор дом конечно да она при ней это говорила тогда же при ней да она ей говорила это просто реально да она встала но тоже не буду говорить имя тоже еще знаете она сюда говорила даже при ней когда-то мы сидели у нее наговорила вы привыкли что девчонки все за вас делают типа этого уже должны перебор да вот так вот это было все как должное ну мы конечно же все помогали и так далее переезд мы тащим матрасы настя там на улице нашла светильник который весит килограмм десять без преувеличения он тупо такой тяжелый видимо он стоял кого-то в частном доме и он такой ну я не знаю что это за короче очень тяжелый настя конечно же ей несла потому как ей нужен был светильник надрывалась и так далее переезд у нее был в эти фургончики мы все помогали все вещи все матрасы все таскали помогали сначала к нам полицейский участок чтобы у нас это постояла а потом соответственно к ней фургончики потом уже дошло дело искать квартиру опять это было я только вот сейчас осознаю насколько это было с приказном тоне вот реально это настя мне еще раньше говорила типа аня хватит ну реально ты видишь уже идет перебор со стороны человека что она уже без уважения к тебе относится и давай давай в общем квартиру ей надо было искать мы даже еще тогда себе не нашли но тем не менее параллельно искали по полной ей что с ней ходили хочу уточнить где-то пять квартир она лишь из к этому что как веду чем очень в общем очень долго и много мы искали квартиры сидели у нее девочки приедьте ко мне будем этот листать смотри искать квартиры ну конечно хорошо приедем она настолько сильно перебирала этими квартирами то есть я и показываю вот есть вариант давайте поедем посмотрим мы едем смотреть квартиру она говорит нет мне не нравится здесь здесь там кухня не такая там то не такое я сама не справлюсь да все не так мы ей объясняли типа вы же поймите типа жилья нет типа жилья нет и она всегда будет пустое это что кто-то нашлась квартира как в основном пустые квартиры без кухни без какой-либо мебельные они не мобилированные вообще все про это знают и она про это знала но тем не менее мы реально ездили на терминов пять-шесть мы смотрели квартиры да где-то не отказывали где-то ей просто не нравилось это не нравится да я переживаю либо термин согласились там кухню надо ставить там машинку нет давайте поставить именно все так и было так давайте будем продолжать ну ладно продолжили мы продолжали продолжали наткнулись на вариант у циландского ворона реально это не шутка это это было мы у нее сидели в общем в каком-то термине нам отказали а мы к ней приехали чтоб ехать на этот термин и мы сидим он мне пишут что вот отмена она разозлилась типа смысле отмена шуме теперь делать давайте ищите новый прям щас мне надо прям сейчас это было именно так окей я сижу мониторю настя со своего телефона со своего я нахожу квартиру говорю вот прям сейчас я договорилась поехали сразу голубым быстро собираемся выезжаем на эту квартиру приехали это квартира находится от нас километр пешком то очень близко и вот короче что было приходим мы туда еще она и это же да по моему не особо понравилось но это уже было потом короче изначально мы пришли на встретил этот барон пригласил сели за стол нет это было на второй раз а второй раз пекли первый раз встретила его жена и не хотела общаться без переводчика она позвонила это женщина своей знакомой то поговорила с этой хозяйкой женой барона вот и нам показали квартиру да и вроде как и люба уже согласилась любовь таки сказала имя неважно и этот я и просто тоже объясняла говорю варианта другого не будет вы видите насколько сейчас тяжело найти вообще что-либо вы перебираете ну реально окей все таки хорошо первое время было хорошо потом выписывали мы этому барону чтоб как-то побыстрее это все оформится такое опять с ней туда ездили короче потом конечно же пришло время мебели аня настя вернее аня настенька срочно ищите мне мойку ищите мне кровать не диван кровать огромную чтоб она была хорошей и большой то есть вот такие были запросы окей нашли и кровать нашли и дешевую кровать за 60 евро с доставкой тоже мы где-то были снасти по своему какому-то вопросу мне пишет эта женщина что сейчас я могу привести кровать мы бросаемся свои дела ну как дела не особо дела ну такое в центре мы в общем были я не помню что мы уже делали бросаем все едем конечно же на квартиру принимать эту кровать таскать ее таскать доски таскать матрасы реально было очень тяжело скажи но реально там тумбочки есть видео видели кровать тяжело очень потом я нашла бесплатную мойку конечно же мы тоже поехали с ней за этой мойкой с этим ее прекрасным знакомым это вообще отдельный вариант это просто не человека чудовость короче мойку это тоже мы тянули тогда я помню вообще спина так разболелась после именно мойки потому что он тянет на себя а мы так мы не мы за ним не успеваем он мужик ну короче было очень тяжело реально таскать эту мойку а затем пришло самое интересное холодильник я и нашла холодильник она говорила мне маленький не подойдет мне надо холодильник который будет высокий под потолок у меня потолки в квартире высокий мне надо высокий холодильник зачем вообще человеку одной женщине огромный холодильник у нас он какой холодильник маленький это никакой неважно и короче я и нашла хорошо вот есть холодильник тогда-то тогда-то надо его забрали вы же едете со мной вы поняли так и было вы поняли в шок поставила эти слова да именно уже в то время мы уже поняли что как бы не 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 что уже все извините ну как этот холодильник он сколько он весит килограмм неважно сколько весим мы но тем не менее девушка не должна таскать холодильнике девушка вообще не должна ничего никому таскать не родственникам никому ничего не должна таскать так ну расскажи его надо было спустить поднять мойку поднимались машины грузовой залазил не залазили стояли помогали держали представляете это работа тоже есть это видео но там надо искать поднимать мы с 4 тоже забирали у женщины русской немки и потом к ней на второй этаж извините тоже пока туда обратно показать стиль это вообще а потом вот этот звонок типа вы должны сегодня забрать этот холодильни и ждут нас просто поставила я ей дала всю информацию вот термин вы должны приехать и забрать этот холодильник туда то туда то нужна мужская сила мне даже немцы написали нужно хотя бы трое мужчин холодильник тяжелый мне реально написали я перевела немец написал что нужен реально кто-то из мужского пола потому что они не очень тяжело но он реально огроменный он вы его видели на видео кто смотрел под потолок огромный холодильник как мы должны были мы с насти вдвоем и и вот этот вот супер знакомый и типа она как мы должны были его таскать чтобы у нас потом что грыжа вы вылезла или какие-то проблемы потом были ну да мы потом кричала она уже с ним связала чтобы говорить видимо наши мы поехали а шо а шо вы не поедете типа шонки тяжелый шо мы справимся мы вдвоем и я один вы где-то там и я где-то там то все нормально будет и мы говорим у вас есть знакомые очень много знакомых которых вы можете кто-то увидел то короче потом звонит это вы поняли кто начинает орать типа что такое вы что меня подставляете сейчас останусь без холодильника и орет именно то время они едят шаурму и звонят когда мы орут это реально было так мы приехали на адрес у вас нет девы мы объясняем ну вы поймите что уже все мы сколько могли таскали но мы тоже невыносимо для нас то мы решили короче позвонить знакомые это все высказать она говорит они шо вообще припухли и изменяюсь вы молодые девушки вам еще рождать вас жизнь впереди зачем они такой я не понимаю горит ладно вот но она имеет совесть конечно же нет в общем и отказались того момента она стала как бы с нами не общаться а пару раз звонила говорила типа ну что там думаю может мне надо что-то еще квартиру хочу поменять не это не нравится может мне найти шкаф квартира все-таки ужасные девочки у вас намного лучше не она совершенно не нравится зря согласилась я вообще в шоке алло ты что имела в украине грубо говоря что ты имела в украине чему ты жалуешься тебе предоставили все на блюдечке золотой каем очкой как там эта фраза я вообще не понимаю как можно жаловаться на то и как она жаловалась когда фургончик поселили ты будь благодарна за слушать тебя дают ты не в опасности теперь все предоставлено все живи и радуйся живи то что ты живешь я вообще это вызывает бурю негатива ну реально как она рассказывала как только приехала как она в подвалах там тяжело было ну да вот это я не могу понять а теперь мы перебираем квартира мне нравится мебель я даже не хочу говорить реально для в шоке которые дома которых домов нет и так дальше то они радуются что они просто живы же есть какая-то курточка одеть есть кашу какую-то поесть все есть кровать и все ладно у нас время мы не можем столько времени говорить и болела и мы бежали к ней борщики все как-то знаете вот как-то относились по-человечески но к нам это просто но это не отношения и знаете что самое интересное перед новым годом мы все написали все что мы думали что нами попользовались что это вообще не нормально в общем там много всего написали она пишет девочки я не понимаю в чем дело да и этот пришла на к нам на новый год подарила нам подарок вы там может кто смотрел видео снова года можете посмотреть и реально на опять на новый год была к нам открыта добрый так тогда когда мы с ней познакомились просто понимаете этот мой знакомый с которым холодильник они забирали с которым они приехали в германию попросил у меня с вами не общаться не я его не послушала конечно же но мы это понимаем почему она после холодильника так с нами общалась что значит один раз не сделает уж у тебя просят ты уже автоматически плохой и забывается все хорошее что ты делал я не знаю можно перечислять вообще еще очень много это же не конец сколько мы еще таскали туда этих тумбочек и далее не знаю можно говорить короче мы помирились общались уже не было такого что каждый приходили друг другу что-то там делали нет уже у нее все было так что уже было да мы уже были не нужны после того момента когда мы все и нашли в интернете когда это тапок если что когда мы все и потаскали в этот в эту квартиру мы уже автоматически стали ну как бы есть вы ездим и что до того момента пока короче это все уже отдельная история в общем можно валить очень много всего когда мы узнали как она нас обсирает за спиной и когда даже да расскажи эту историю короче этот что-то наговорили с ней и она не отключила труб забыла отключить и она в то время находилась со знакомыми этим своим да как она сказала это кстати еще было давным-давно когда она еще в школе жила она говорит ну забыла сбросить и говорит эти клуши не берут трубку эти клуши не берут трубку да с таким типа ого я думаю да кстати реально поиск даже после этого надо было остановиться и ничего этого человеку не делать а мы для нее зайки родные когда что-то надо было девочки вот так это так а после этого на нас смотрела стану настя не надо после этого она на нас так смотрела с таким взглядом как будто я не знаю что мы и сделали это же мы туда и высказали и все что мы думаем типа как почему вообще к нам такое отношение что мы для вас сделали короче это ситуацию это даже не тоже ситуация жизни попадаются такие люди это нас научила жизнь учит не быть такими добрыми и ценить себя свое время свои силы и быть такими только для своих родственников вот они помогают чужим людям которые потом тебе плюнут в душу и все поэтому если вы знаете два человека уже 20-30 лет в общем надо оценить себя уважать себя и не давать собой пользоваться когда человек уже переходит за все грани и никак тебя не уважает это уже стоит задуматься вообще надо ли общаться с этим человеком а мы были наивные дурные которые вечно хотели всем помочь вокруг нам это говорили со стороны ну а мы конечно же не слушали исходя из своей неопытности в общении с людьми на короче нами попользовался этот человек мы делали все и и даже больше в общем урок на всю жизнь что надо фильтровать с кем ты общаешься сколько ты всего делаешь какая идет от этого отдача в общем так загрузили вас этой истории кому интересно было то поставьте конечно лайк напишите комментарии что вы думаете по этому поводу мы никого не обсирали на личности я не считаю что мы прям как-то переходили я считаю что мы просто поделились ним чем считали нужным никто никого сейчас не обзывал как обзывали нас я думала посмотри что быстрее ну все туда завершаем на ребята подписывайтесь на нас то еще не подписался посмотрите это видео поставьте лайк и комментарии ждем все всем пока хороших выходных